Запретов и калорий. 33 секрета стройности. Сергей Владимирович Гудков. Здравствуйте. И мы узнаем сегодня у Сергея Гудкова о том, почему вредно сидеть на диетах, о правильном образе жизни и питании, чтобы быть стройными и красивыми. И сразу первый вопрос, Сергей Владимирович, почему вредно сидеть на диетах? Вот первый вопрос сразу быка за рога, как говорится. — Лет 10 назад у меня на занятиях одна клиентка очень метко сказала, как пишется диета. Если мы возьмем вот это латинское написание, то диета — это дай, по-английски умирать, и буковка «Т», которая обычно обозначает время. То есть это медленное умирание. Ну, по сути, так и есть. Диета — это же всегда ограничение, когда тебе вот это нельзя, это нельзя. И происходит такое напряжение. Человек постоянно себя от чего-то сдерживает. У нас же психика так устроена. Стоит только что-то запретить, как мы сразу начинаем на этом сосредотачиваться. И поэтому диета сама по себе трудна тем, что она создает дополнительные сложности. Это раз. Во-вторых, есть очень много глупых диет. Вот откровенно глупых, допустим, монодиеты. Когда человек ест один или несколько продуктов, и даже физически это тяжело переносится, потому что не получает всех необходимых витаминов, минералов, да что-то аминокислот, каких-то жиров человек не получает, и это физически плохо переносится. И получается, что для чего люди садятся на диету? В основном они хотят что-то сделать со своей фигурой. Получается, что человек себе закладывает временное мероприятие. Я сейчас посижу на диете. Человек мучается какое-то время, накапливает неудовольствие. Это неудовольствие проецируется на будущее. И если даже каких-то результатов удается добиться, это же за счет вот таких мучений. И получается, что результат начинает бессознательно связываться с этими ограничениями, с лишениями, с этой социальной пониженной активностью. Потому что человек, когда сидит на диете, ну что, в гости уже не пойдешь, туда не пойдешь, сюда вот это нельзя, это нельзя, что я там буду делать, настроение пониженное. Это все тоже ассоциируется. И кушать хочется, тоже настроение пониженное. И даже физический голод часто бывает во время диеты, хотя бы частичный, потому что человек не наедается. И вот все это связывается с результатом. То есть, с одной стороны, человек хочет, с другой стороны, результат связывается вот с этими негативными переживаниями. И закладывается, что вообще быть в более-менее хорошей форме, это трудно, это тяжело и физически, и психологически. И рано или поздно, особенно если диета очень жесткая, сила воли истощается, она не бесконечна. Что следует? Взрыв. Есть даже такое жаргонное выражение. В гости пришел дядя Жора. Так же говорят про обжорство, про пищевые срывы. Человек ест, 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 чувствует себя плохо. Потом думает, ага, не удержалась. Ну, я говорю про женщин, потому что в основном они эту проблему чаще проявляют внешне. И говорят о ней, не удержалась. Со мной, значит, что-то не так. То есть у меня маленькая сила воли, я какая-то не такая. Падение самооценки. А, и не буду пытаться. То есть диета, она сама по себе проблемная. Это вот рецепт плохой. Дело не в людях, а в рецепте. Через некоторое время человек делает новую попытку, но уже у него есть негатив, уже есть вот эта самооценка несколько сниженная, потому что в тот раз же не получилось. И вот цикл за циклом, цикл за циклом диеты подрывают уверенность в себе. Плюс у нас есть такая интересная штука, называется set point. Это установочная точка, она от рождения генетически задана, и в принципе у нас есть ширина плеч, ширина таза, какие-то параметры физиологические. Когда у человека должен быть такой или иной вес? Вот про индекс массы тела, если успеем, я еще... Конституция, да? Конституция, да. Но как только человек садится на диету, обычно это связано с недостатком, с жестким недостатком калорийности, set point начинает двигаться вверх, чтобы у человека был запас, даже физиологически. И потом, когда питание восстанавливается, часть людей достаточно быстро снова набирает вес, и еще больше, чем было. Почему? Потому что set point сдвинулся, теперь тело должно быть чуть больше, в следующий раз чуть больше. То есть, в психологии есть такое понятие, попытки решения проблемы, которые поддерживают потом проблему. Так вот, диета – это как раз то самое неправильное решение. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, которые присоединились к нам с АХ24, номера телефонов 32 00 66, 32 11 66. У вас есть возможность задать вопросы Сергею Владимировичу Гудкову, и мы продолжаем наш разговор. Вы сейчас сказали о вреде диет, а тогда как правильно избавляться от лишнего веса, поддерживать результат? То есть, получается, что ограничения в питании, они как-то не особо влияют на вес? Особенно жёсткие ограничения, да, и неразумные ограничения, они не то что влияют, а наоборот, на коротком промежутке времени они помогают вроде бы получить результат, но в долгосрочном плане они результат портят. Ну и я ещё добавлю про диеты. У нас же культура сейчас очень визуальная, на первый план выносится, что ты должен быть такой. А, да, стандарты такие. Какие стандарты, да, тело должно быть таким, животик должен быть таким, кубики на прессе. И это начинает влиять даже на детей, особенно в подростковом и даже до подросткового возраста. Сейчас расстройств пищевого поведения очень много в мире, всяких разных. И интересно, есть вот новые данные, которые показывают, что оказывается у женщин в детском возрасте, особенно те, которые начинают сидеть на диетах, 8-10 лет чего-то там не есть, потому что у них вот эти навязанные образы на них влияют. Это такие маленькие девочки уже. Вот такие маленькие девочки сталкиваются с этими проблемами. То есть у них вначале расстройство анорексического спектра, а потом через 20 лет у них начинается расстройство булимического спектра. То есть вначале они мало едят, потом едят много. То есть это как бы звенья одной и той же цепи, которая протянута вот через много-много лет. И поэтому, раз уж вопрос зашёл у нас про то, как избавляться от лишнего веса, первое, очень важно определиться вообще на самом деле, есть ли лишний вес и сколько. То есть у многих людей вот сидят вот эти навязанные гламурные образы, я хочу быть такой, те от природы не дано вот быть именно такой, те от природы дано быть такой. Важно найти согласие со своим телом, со своим телом. Вот про индекс массы тела. Есть же нормативы, ну в среднем, что индекс массы тела должен быть от 19 до 25, то что больше уже избыточный вес, а от 30, если индекс массы тела 30-40, ожирение первой степени, ну и так далее. Так вот, есть интересные данные. Оказывается. Сергей, давайте немножко прервёмся, ответим на телефонный звонок и продолжим наш разговор. Алло, слушаем вас. Алло. Добрый день, Сергей Владимирович. Здравствуйте. А вы не проводили вот раньше этот курс доктора Барменталь? Раньше проводил, да. Я, наверное, у вас, наверное, был назначен, а вы когда будете якутской? Я вот хотел встретиться. Я уже здесь. А телефон как можно вот перезвонить? Ну, вам скажут. В студии можно будет позвонить после эфира. Всё, да? Да. Спасибо большое за вопрос. Так, и ещё телефонный звонок, давайте сразу ответим на него тоже. Алло. 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 Да, да, да. Доброе утро. Ага, сорвался телефон. Сорвался номер. Так.